Был он не молодой, но бравый, под пули шел без лишних сборов. На воде мосты переправы, не на шаг от своих саперов, а погиб под самым Берлином, на последнем на поле минном, не простившись своей подругой, не узнав, что родит ему сына. Это стихотворение, написанное поэтом Константином Симоновым, житель Щелкова Сергей Павлович Сергеевичев помнит с юности. И теперь в свои 95 лет он читает эти любимые стихи наизусть. Для Сергея Павловича великая отечественная часть его судьбы. Он 15-летним мальчишкой пошел работать на автобронетанковый завод. Трудиться приходилось порой прямо во время бомбежек. Фактически наравне со взрослыми. Сначала слесарем, а затем токарем. Сотрудники администрации городского округа и следственного комитета с волнением слушают эти поэтические строки о войне. Сегодня они приехали к ветерану, чтобы передать продуктовый набор. Выходить из дома в период пандемии пожилым людям крайне не рекомендуется. Поэтому такая помощь очень кстати. Все продукты для жителя почтенного возраста собрали сотрудники Щелковского отдела следственного комитета. Вместе с набором ветерану также передали медаль 75 лет победы в Великой Отечественной войне. От администрации городского округа хотели поздравить вас с юбилеем 75-летия Дня Победы и вручить вам медаль. Заслуженную медаль. Поздравляю вас. Да. Спасибо. Продовольственный набор и медаль в этот день получил еще один ветеран из Щелкова – Рудольф Николаевич Плахин. Ему тоже выпала непростая и тяжелая судьба, связанная с Великой Отечественной войной. Он принимал участие в операции «Багратиона» в 1944 году, а также в ликвидации Курлянской группировки фашистов, за что был награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. Мы хотели бы вот таким данным поездкой как-то им помочь, принести продукты, совместно с администрацией скопироваться и помочь чем-то ветеранам. И мы как администрации всячески будем и впредь вести и заботиться этих людей по жизни. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.